Всем здравствуйте! Добрый день! Поговорим сегодня... Мы на тему текущих событий. Сегодня 24 июля 2014 года. И текущие события, конечно, те, которые происходят у нас на нашем пространстве, они волнуют сегодня весь мир, не только наш. Задевают всех. Поэтому решили мы поговорить на эту тему. Сегодня у нас в гостях член украинской национально-культурной автономии города Новосибирска Миняйла Анатолий Павлович. Значит, я сразу хочу сказать, что мы собрались здесь люди различных точек зрения. Возможно, даже противоположных совершенно. это не повод для того, чтобы тут ругаться, доказывать что-то. Мы изложим друг другу точки зрения наши. И на обзор, кто посмотрит, кому-то это может быть интересно. Для начала... Сейчас секундочку, Анатолий Павлович. Для начала я, наверное, предложу такую тему. Нет, может быть, вы хотите сказать какое-то вступительное слово? Ну, я уже говорил о том, что я член украинской национальной культурной автономии города Новосибирска. Раньше я был в составе Рады, теперь уже дал дорогу молодым, там новые люди появились. Вот, и поэтому говорить от имени организации было бы не скромно, но я знаю настроение многих моих земляков, украинцев. Вот, и могу кое-что выразить от имени не только своего, но от имени достаточно большого коллектива людей. Эти события нам допекают по двум причинам. Первая причина та, что на наш взгляд Россия втянута в очень неприличное мероприятие. И так как она вошла в это дело, то я скажу, что не один я кем-то втянута или сама по себе втянута? Кем-то втянута? Не, я не думаю, что Россия это мальчик на побегушках, у нее свои, как говорится, есть интересы. То есть она не втянута, а втянута потоком событий. Я не скажу, что это умные люди втянули Россию в это, но мне стыдно за мою страну. Я гражданин России, мне, как гражданину, стыдно, что вот такое вот происходит. Те люди, которые затеяли себе поместья крупные, захотели естественно стать олигархами, вот они для начала объявили себя премьер-министрами и так далее. Ну а дальше пошло-поехало. Причем я не скажу, что тут украинский народ не поспособствовал рождению таких монстров. Вот ведь когда русский ставленник Янукович был вынужден под давлением масс бежать в Россию. Вы считаете, что он русский ставленник, да? Российский ставленник? Это не я считаю. Это считает... Я прошу прощения, я вытащил одно. Одно. Один материал. Так. Это генерал-лейтенант Александр Кожаков. И вот в своем интервью для газеты Аргументы недели он с солдатской прямотой и солдатским как бы сказать лексиконом говорит, что вот... то есть вы считаете бывшего охранника Ельцина солдатом, да? Секундочку. Он генерал-лейтенант команды охранника Ельцина. Да, естественно. Вы считаете, что у него осталось такое как бы психологическое свойство солдата? Солдатское, да. Да. Солдатское. Он прямо ничего не таит. Да. Вот. У Путина какое-то время таким человеком который обохвалился что он его поставил на пост президента был Березовский. У Порошенко есть Коломойский который в отличие от Березовского создал свою армию. Но конечно все это смешно. Я понял. Вы хотите сказать мнение Коржакова то, что значит Янукович ставленник российской власти. Он был за кулисами и он видел то, что происходило. когда Янукович оставили он был за кулисами. Да. По-моему уже далеко за кулисами был. Так вот когда был первый Майдан то Владимир Владимирович Путин очень активно участвовал в украинских событиях. Ездил туда естественно да Путин ездил туда он естественно максимально участвовал я бы сказал это не удивительно что он принимал участие ведь страна близкая и ему не безразлично кто там будет Я не ослышался Путин ездил на Майдан не на Майдан а на Украину в Украину когда он последний раз ездил в 2006 году точно он был когда был этот Майдан вот ну и он поспособствовал восстановлению Януковича правда этому еще помог советский ну как бы назвать не олигарх а советский крупный руководитель не Кравчук ну и Кравчук тоже и Кучма Кучма это был директор крупнейшего советского предприятия по ракетным производствам вот и он был он ногой открывал дверь в Кремль и это был один из претендентов возможных президентов претендентов на руководство Советским Союзом ну история показала что так не сложилось но он был представителем советской советской номенклатуры он поспособствовал продвижению Януковича ну Янукович как вот выразился наш уважаемый генерал-лейтенант Янукович бежал если сравнивать события в Чили и когда там был скажем так уже параллельно мнение немножко другое параллельно немного другое мнение Янукович это вы считаете что он конкретный сравнник российской власти но такой момент был потому что выбирать оттуда приходилось из трех лиц Тимошенко Ющенко Янукович правильно да но будем считать здесь есть такое мнение что Янукович это как бы выбор из меньших зол меньших зол однозначно да что касается скажем устремлений элиты или руководящих слоев отделившихся от Советского Союза Украины то они видимо рассчитывали рулить и как показал пример Януковича рулить так чтобы поток шел в его карман вот ну понятно что интересы народа для Януковича были ну не на первом плане Анатолий Павлович Януковича здесь никто не защищает не ради Бога говорить о том кто такой Янукович вот ну ставленник он не ставленник это вопрос все таки такой открытый отдельный пункт действительно ему помогли это тоже никто не отрицает но была такая причина потому что ну иначе было просто совершенно опять попасть в то Ющенковское время где поднималась западная Украина со своими бандеровскими или ставить эту Тимошенко которая тоже со своими шла определенными финансовыми запросами интересами ну решили помочь Януковичу решили было делать ну могли помочь этой самой Тимошенко потому что она активно сотрудничала с Владимиром Владимировичем с Путиным решали вопросы да деньги как-то они распределяли это все знают это все вещи то есть я ничего нового абсолютно это даже бесспорно но я хочу проследить одну линию что то что происходит сейчас это порождение ну скажем так во первых международной политики Украина Россия а во вторых порождено личностью роль личности истории личностью Януковича когда всем поперек горла стала его экономическая политика его правление поднялись поднялась наиболее активная часть народа это молодежь это студенты и они вышли на Майдан естественно что они делали и по всей Украине в 38 областях делалось примерно одно и то же люди занимали помещение учреждений и требовали выполнения конституционных обязанностей властью и Янукович имея некий уголовный опыт понимал что может плохо кончится для него лично поэтому он и удрал а вот те ребята которые увидели как это делает народ из глубины своего возмущения поняли что на этом можно немножечко поиграть и вот они выиграли пост там скажем премьер министра пост главы республики президент министры ну и так далее у всех у них у всех у них конечно есть как бы это сказать в биографии черты правонарушения ну я понимаю что Владимир Ильич Ленин был в ссылке и Иосиф Виссарионович был в ссылке бегал то есть все видные личности они были паскудными ребятами говорят политика это грязное дело так оно и есть и вот эти ребята вдобавок имея русский характер такой знаете ну встал твердо и ты мне кол на голове тиши вот как писал Лев Николаевич Толстой дубиной любит поорудовать ну когда то это и не нужно делать может быть но когда ты этой дубиной орудуешь то ты подумай а как к тебе будут относиться и вот власть которая заявила что Украина это наконец имеет государственную независимость решили в принципе не позволять чтобы эту родину раздергивали на куски но вот так вот государственную независимость объявила Украина довольно так приличное время назад еще с момента начала Советского Союза развала Советского Союза не развала в январе 1919 года ну это был там маленький небольшой период да небольшой период потом соседи благополучно как прибежали на пожар но я как раз еще раз хочу сказать порождение нынешней ситуации это заслуга Януковича если бы он не удрал не удрал может быть были бы найдены компромиссы но под давлением России он не подписал европейских протоколов его его он не подписал европейских протоколов да в феврале месяце разве он не подписал европейских протоколов его приглашали на саммит где должны были нет подождите там было подписано феврале 22 февраля по-моему 21 как раз протоколы соглашения между Януковичем и представителями Польши и Германии помните да а потом он от этого всего отказался он отказался от этого отказались Польша и Германия он так себя повел поэтому как и произошло да он по требованию этих подписанных соглашений он не вводил никаких ограничений для Майдана он все сделал согласно этих подписанных соглашений не хочу заступаться за Януковича не надо на него приведать человек в бегах мы его делаем согласно этих протоколов подписанных и затем когда его начало практически сносить вот это вот майданная публика да вот это нарастающая псевдо власть когда она уже все начало сносить все государственные структуры он оттуда убежал уже просто практически спасая свою шкуру в этом смысле мне нравится поведение американцев у них в конституции написано что если народ недоволен властью он может ее сменить вплоть до применения оружия вот примерно такой как бы сказать демократический декларация международных правах не только американцев да значит вот украинская молодежь главным образом она и когда ее начали выставлять за порог жизненный жизненного как бы сказать стандарта безработица отсутствие всякой надежды они поднялись и это естественно произошло но вот этот пример показал русскоязычным жителям Украины восточной которые очень не любили когда их приучали к украинской культуре они захотели тоже быть самостоятельными если бы я был директором я бы сказал ребята давайте вот мы границу вот тут проведем а разве они сразу сказали что мы хотим самостоятельными быть разве это было так Анатолий Павлович вспомним апрель месяц в апреле месяце результат то какой объявили народную республику давайте по шагам все таки в апреле месяце они просили только сохранение русского языка и федерализацию а что плохого в федерализации в данных условиях если западная власть и киевская власть конкретно сказала что она не терпит русский язык почему такого разговора не было ну как же ну давайте ладно это ваше мнение я вот мое мнение такое значит киевская власть объявила что она не терпит русский язык что она будет силой навязывать украинизацию и после этого после этого попросили значит восточные регионы попросили референдум они попросили на который вынесется вопросы о федерализации и о сохранении статуса русского языка вот это явилось причиной того что их объявили вне украинского закона их объявили конечно их объявили вне Украины и им объявили что мы вас будем давить да да если мы в Новосибирске вдруг скажем мы выходим из России почему выходим федерализация то раз выходит у нас федеральная у нас федеративная республика Россия на границе подождите Анатолий Павлович какое у нас федеративная республика и мирные жители города Новосибирска Россия федеративная республика берут руки гранатом Соединенные Штаты Америки федеративная республика Германия федеративная Швейцария федеративная естественно а что плохого если люди попросили федерализации если бы они в рамках этой федерализации хотя бы могли сохранить себе свою культурную автономию как вы говорите русскую что в этом плохого только это они попросили они не хотели украинизации я понимаю вот ты живешь в Украине не хочешь украинизации когда это не выход из страны когда Россия взяла Крым то сюда в Новосибирь позвонили вернула знакомые вернула от турков или от кого вернула Крым свой состав ну естественно ввела войска и все нормально войска там были ну да вот в свое время Польшу так примерно проучили и Чехословакию там еще ну кто-то пытался выйти из этой как это назвать из коммунистического лагеря ну их вернули вот примерно то же произошло здесь вернули и оттуда звонят люди и они меня так развеселили они сказали теперь нам не надо учить арифметику на украинском языке да ради Бога если вы русские хотите я их понимаю да конечно я тоже их понимаю арифметику я учил ну как это было нудное занятие а потом когда начал считать деньги которые мне положены я понял что арифметика это большое дело ну на вкус и цвет товарищей нет кто хочет жить в пещерном веке там с каменными топорами пожалуйста скажем так я считаю сравнение немножко некорректное Чехословакия и Крым где проголосовало на ферме 98 процентов жителей Крыма за вхождение в состав России ну для меня разница огромная когда в мой дом вошли солдаты и сказали теперь у вас будет не колхоз а будет общий двор все взяли под козырек потому что у тех кто пришел было за руками за плечами винтовка понятно значит ваше мнение что под давлением силовым давлением не под силовым давлением когда введены войска это значит оккупировано и естественно ну тогда естественно Крым был оккупирован Россией давно с тех пор когда там стоял Черноморский флот значит это оккупация Крыма ну Крымская война была нет 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 подождите давайте вот этот послесоветский период рассмотрим раз остался Черноморский флот со своим гарнизоном всего столько более огромным двадцатипятитысячным контингентом который ну не такой был но его можно было довести по договору значит вы считаете что это уже была оккупация Крыма я не считаю что это была оккупация Крыма это был Советский Союз нет после Советского Союза двадцать лет наши войска там простояли это оккупация Крыма оккупация Крыма когда без согласия государства Украины вводятся войска соседнего государства согласие введут турки скажем так мы защищаем согласие это было договор-то был подписан с Украиной что мы имеем право держать там 25-ти тысячный гарнизон и больше 25-ти тысяч то не ввели там 16-ти тысяч всего было присутствовало во время отсоединения Крыма на Кубе тоже была база все и по договору я не считаю что это была оккупация это не оккупация то есть договор когда вводятся войска и потом объявляется согласно договору подписанного с Украиной с Украиной был подписан договор о союзе независимых государств и в соответствии с хельсинскими соглашениями границы не надо было нарушать значит туда вводятся хельсинские соглашения нарушили первые США которые разбомбили все хельсинские соглашения Крым они не бомбили ну и что они бомбили Сербию они войска туда не вводили в хельсинских соглашениях давно все поставили крест конечно так же как скажем между Англией и Россией был договор о том что они дружат вот и вдруг французы наступают и вы не хотите видеть одной очевидной вещи да был подписан договор между Россией и Украиной в начале 2000-х годов даже о сохранении вот этого статуса было ради Бога было что не нарушение да и это сдерживало Россию да те войска которые ввели это было только требование безопасности конечно там русских согласно договора убивали согласно договора существующего между Украиной и Россией просто добавили контингент потому что образовалась опасная зона и мы видим что сейчас происходит в Украине и это же самое произошло бы в Крыму и еще в худшем более худшем варианте да и на Кубани представляете там же украинцы представьте себе вводятся украинские войска и когда население выразило для защиты население Кубань может выразить вот будет смех ну а потом на Кубани будем помогать на Кубани украинцы как бы не имели такого давлеющего фактора нет но 20 лет которые пробыли после Советского Союза Украина творила с Крымом очень нехорошие вещи конечно убивали людей гнобили в политическом плане гнобили проводили насильную украинизацию в Чечне разбомбили город и вот эта украинизация очень сильно надоела людям и поэтому 98% людей дружно захотели войти в состав России представьте себе в Донбассе не захотели не захотели и поэтому сейчас там происходят другие вещи да а вот Крым полностью захотел Крым всегда был русским как в Чечне государство Украина бомбит свои города вот эта вот незаконная ошибка которую провел свое время Хрущев она просто была решена и ее исправили вы путаете как бы я не знаю как у русских есть выражение можно и грубовато сказать на грубости не будем так вот объясняю Крым вошел в состав Украины по экономическим причинам Украине он нужен был как зайцу стоп-сигнал это была территория запущенная в хозяйственном отношении 500 тысяч населения все хотят кушать хлеб не растет воды нету кому она нужна и вот в связи с тем что можно близкие регионы подключить к налаживанию хозяйственной жизни Крыма Никита Сергеевич проявил инициативу высказал подсказал Крымскому обкому партии чтобы тот обратился в президиум Верховного Совета и за подписью Крыма Ефремьевича Ворошилова может вам помнится такая фамилия легендарный они тогда под Хрущевом все легли ну если легли под Хрущевом то куда он делался так вот легендарный Крым Ворошилов подписал передачи одной братской страны другой вот такую территорию о которой Украина будет как-то опекаться вот она опекалась опекалась это не версия это то что известно я считаю это версия хорошо вы можете изучить Крым был неблагополучный а теперь взгляд русских граждан мои знакомые говорят Крым наш теперь у меня там брат лежит в могиле я говорю Света что тебе раньше не было возможности туда ездить да нет была ну 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 вот теперь я извините а теперь и добираться добираться ей туда хреновенько вот потому что неспокойствие через какие-то проливы надо перебираться вот это это хорошо перехода перехода Крыма и желание людей вернуться в Россию он начался не с того что русские захотели а давайте и Крым срочно вернем но это как с неба упало потому что вот эти события на майдане они показали людям что их ждет слабо потому что фашистская сила которая двинулась с запада фашистская бандеровская вы мне объясните что значит на майдане начали говорить фашизм а бандеровцы это не фашизм нет бандеровцы воевали против советского режима воевали они воевали за свою родину ваша позиция что бандеровцы не фашисты если русские выходят на площадь и кричат что слава мы захватили там Крым возвратили Крым так же в свое время в гитлеровской Германии русские в Крыму вышли на площадь и кричали слава богу и в Москве радости сколько было то же самое в Судетах когда гитлеровская Германия ввела свои войска радость была и в Германии и в Судетах наконец немцы вернули себе свою родину ребята чем закончилось ну если вы хотите про Судеты и почему их вернули и за что и кто этому способствовал давайте вспомним Мюнхенский договор и кто к этому толкнул и тогда толкнули фашистов взять эти Судеты да? да а сейчас кого толкали а что такое фашизм запад запад объединенный запад вы сказали на украинцев вы сказали фашисты а сегодня а сегодня объединенный запад толкнул совершенно другие силы он толкнул Майдан и там плясали все вот эти вот западные европейские лидеры на Майдане кто-то мешал России организовать Майдан 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 организовать кто-то мешал ну он не мешал ну что же задним умом быть крепким это резонно да теперь берется за дубину русский мужик то что русская политика не организовала на Украине свой ну как бы политический потенциал да 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 который бы симпатизировал Россию это огромная потрясающая ошибка и то же самое можно сказать про Украину что она здесь не организовала скажем на Кубани референдум о том что Кубань хочет иметь язык такой же пожалуйста как вот русский ну организуйте в Новосибирске такой референдум что украинский язык допустим новосибирцы хотят иметь ну 200 тысяч новосибирцев они в общем то наверное бы приветствовали приветствовали как это преподавание украинского языка очень интересно было бы смотреть а кто мешает разве школу открывать на украинском языке нет не мешает не мешает работают без проблем с украинским языком проблем нету никто палку не представляет так же как с российским а когда майдановцы вот эти вот бандеровцы объявили что русский язык нам вообще здесь не нужен это вы считаете нормально всех и то это начало с не но И для России, да нет, они между собой общаются, на русском языке. Есть такие, вот Россия воспитала таких. Все, да все эти вот, и наливайчинки прорываются, и яценюк, ну что вы трогаете русский язык? Зачем? Да не трогайте. Нет, пользуйтесь, так же они на английском шпарят, на немецком меньше, раньше на немецком беседовали. Потому что, ну, как-то считают, что, видимо, на этом языке больше ли можно выразить политических эмоций? Возможно, не знаю, это для российской аудитории охотно показывает. А вот отрубить от Востока и от Крыма русский язык, это надо было обязательно, потому что он уже надоел. Логика такая? Не понял. Нет, ну вы говорите, что этот язык надоел, и его, то что Майдан... Не надоел. И те, кто пришли с Майданом к власти, они сказали, что русский язык надо вообще убрать из государственных языков. Я не слышал этого. Я настаивать не буду. Значит, вы не расслышали. Вы хотите сказать, что украинцы не предлагали ввести русский язык в качестве еще одного государственного? Тогда надо было бы ввести польский язык, потому что с Польшей Украина, ну, не традиционные связи, чем с Россией. В ради в это время происходила страшная борьба именно вот этих вот западенцев, бандеринцев, которые кричали и затыкали всем рот, те, кто только пытался говорить даже на русском языке. И то же самое, они встречали, что будет по всем регионам. И восточные регионы поняли это прекрасно, они поняли этот посыл, и в результате возникло стремление к федерализации. Федерализация бы дала людям хотя бы сохранение права культурной автономии. А у них не было этого права? Ну, им сказали, что у вас не было этого. Какая культурная автономия, если им сказали, что у вас язык будет запрещено? Есть государство, Украина, которое начало становиться как демократическое государство. Америка в свое время проглотила очень много мигрантов испаноязычных. Они ввели в школах преподавание испанского языка. Но постепенно, постепенно увидели, что испанцы сами этого не очень желают, пользуются общегосударственным языком. Что мешало русским пользоваться общегосударственным языком? Они что, очень тупые, что ли? Украинские? Русские. Украинским языком. Украинским языком? Да. Государственным. Не хотели они пользоваться украинским языком? Ну, то есть способностей таких нет. Это вот я буду давить, а ты молчи. Не хочется говорить сейчас, поднимать эту тему по поводу вот этой государственной мовы, державной мовы, да? Да, да. Я, наверное, эту тему даже поднимать не хочу, но если бы я жил в тех краях, я бы тоже очень не захотел разговаривать на таком языке везде, чтобы тебя заставляли разговаривать в учреждениях, на транспорте. Кто-то стоял и разговаривал, какой-то полиции заставлял разговаривать, что детей моих бы начали учить. Нет, я считаю, что русский язык более богатый. Да, да. Более богатый, более исторический. И он создавался все-таки с помощью украинских просветителей. Знаете, да? Наверное, такое слышали? Нет, украинский. Что были такие просветители, как Петр Могила, Григорий Сковорода, Юрий Крижанич. Ну, это так просто, на скидку, философов-просветителей, каких можно назвать украинскими. То есть... Их называли с Малороссией. Да. Они создавали этот русский язык. Да, да, да. Наш язык создан в том числе с помощью украинских просветителей. Да, да. Малоросских, как это называли. Да, да. Которые вышли оттуда, с Запада, и принесли с собой вот это вот веяние вот этой вот западной культуры. Они приходили и были в верхах нашего государства после присоединения Украины к России. После воссоединения. Воссоединения. Да. Воссоединения, пожалуйста. Вообще история, российская история, русская. Украинцы отказались от того языка, который практически создавали чуть ли не сами. У них был свой язык, им не было нужды. Да это был язык простого народа. Турским языком пользовались. Да это был язык простого народа, ради бога, там полонизмы всякие там и так далее. Но государственный язык создавался общерусский с помощью вот этих вот просветителей, которые приходили с Малороссии. И затем они создали могучий русский язык. Теофан Прокопович оттуда. Создали могучий русский язык. Создали могучий русский язык и отказались от него. Да. И начали создавать державную могу. И потом пришли русские в Украину и начали учить культуре. Практически. Да. Ну в общем. Такие вот коллизии. Да. Вы знаете. Но если это в культуре. Если это делается с помощью оружия, то это никогда не будет. Польский язык был запрещен в царские времена. Но он не исчез, потому что поляки... Кем запрещен? В Польше что ли? Конечно. Да в Польше ничего запрещено не было. Даже деньги не были запрещены. Злотые там поддерживали валюту польскую, поддерживала царская Россия. Не то, что язык. Просветители тоже польские. Их язык, их государственность, их валюта. Все было сохранено с помощью царской России. Вот. Если на то пошло. Да. Так вот. Возвращаясь к сегодняшним событиям. Давайте. Вот. Я хотел бы процитировать Новодворскую. Была такая. Была такая женщина. Которая пикала в глаз. Когда советские войска, русская армия входила в Чехословакию, в Польшу. Вот. Ну, немцы сами напросились, чтобы к ним пришли русские. Из Латвии спокойненько ушли. Вильнюсские события вам известны, да? Да. Вот. Спровоцированные Западом. Конечно. Запад спровоцирован. Первый раз, на первый раз работали именно в Вильнюсе. А ОМОН. По военным и по наружу. Конечно. А ОМОН в это время боролся за единство. Мне все просятся цитаты из нашего российского телевидения. Мирные граждане противостоят этим фашистским карателям, которые пришли с Западной Украины. И противостоят очень успешно. Ну, ложатся поперек этих гусениц танков, я так понимаю, что-нибудь на рельсы ложатся, да? И Россия вынуждена им помогать. И добровольцев посылать, и этих самых военнослужащих. Там почему-то оказывается, ребята, ну, вас, честно говоря, украинская держава не приглашала. Ну, с чего вы лезете? Дайте ей спокойно пожить своей жизнью. Китайцы к нам с оружием не лезут. Они нас возьмут за горло своей экономической мощью. И мы с вами будем потом вспоминать. Вот, а государственный язык теперь китайский, а мы хотели... Пока у нас есть еще военная мощь. А, военная мощь, ну, у Китая не меньше, но немцы проиграли при всей своей военной мощи, когда они разбили всю нашу танку. Ну, Бог есть на свете. Да, да. Не все ли Бога в правде. Это Бог, а Бог состоял в огромном количестве экономического потенциала, который противостоял этой, как бы помягче назвать, Германии. Нет. Это уже... Очень, очень похожая аналогия. Прошла Олимпиада, потом взялись... Я аналогию вам тоже могу исторических привести. Да, 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 да. Значит, вот Австрию присоединили. Ну, немцы родимые все очень радовались. Судеты. Потом началась возня, как вот сейчас, сегодня возится. Вот, какие-то политические игры. Ну, а потом аппетиты разгорелись. Нужно жизненное пространство для народа. Короче, вы идете к тому, что сейчас... Да, очень похоже. Я понимаю вас. Вы хотите подвестись к тому, что сейчас Россия оттяпала от Украины Крым, а теперь подбирается к восточным областям. Да, конечно, конечно. Вот это и от вас ждут. И, да, вот, есть, скажем, Карпатская Русь. Ради бога, они что-то там хотят жить своей жизнью. Вот, Приднестровье, где украинцы... Когда украинцы проголосовали от Молтани. Да, вот, они, вот, мы осетили, ну, принудили Грузию к миру. Все хорошо, нормально. Ну, вот теперь и восточная Украина тоже захотела своей жизнью жить. Ну, я полагаю, что Россия принудит Украину к миру на Лугандоне. Вы думаете? Да, да, конечно. И для этого Америка затевала здесь всю эту провокацию, чтобы позволить России принудить Украину к Лугандону. Вы называете, когда приходят военнослужащие и становятся на постах у чужих воинских частей и не выпускают их оттуда, это не провокация. Что, это американцы делали? Американцы прислали своих военнослужащих к Крыму. Слава Богу, хватило у политического руководства России сохранить вот этот вот русский флот, сохранить Севастополь, сохранить вот эту вот стратегическую базу. Послать спецслужбы туда. И помочь. Послать войскам. Крымскому народу. Да. А сама определиться. И представьте себе, что когда-нибудь Украина наберется, как бы сказать, потуги, и скажет, ребята, вот Кубань, мы наконец нашу родную Кубань присоединили, а там смотришь, Сибирь, мы же ее не зря брали. Вы знаете, после того, что сейчас творится на Украине, вряд ли в Украине получится такой момент. У Украины исторически всегда не удавалось государственное строительство, потому что с Запада были свои, эти самые, как бы их назвать, люди с аппетитами. Вот. Но они не соразмеряли свои аппетиты. Но зато украинцы великолепно строили общее наше русское государство. Кончилось с тем, что государство строили не только украинцы, и татары, и немцы строили здесь. Украинцы всегда были в высших верхах власти. Немцы строили науку. Это было важнее, чем самодержавный тиран. Конечно. Вот. Так вот, значит, поляки считали украинцев недостаточно развитыми и не хотели их вводить в свою культуру. Так же, как, скажем, в Донецке. Донецкий университет не захотел, чтобы ему было присвоено имя борца за права человека с ТУСом. Тем не менее, украинская, как бы сказать, элита обучалась в Краковском университете. Не только. И в итальянском, скажем, первые ректоры. Они уезжали, обучались там, уезжали. Ректор Болонского университета. И я повторяю, вот эти вот образованные украинцы становились высшей элитой, в том числе они уходили в элиту российскую. Не только в России. Вот, скажем, был такой. И создавали и русский язык, и государственность, вместе создавали. Я же даже не спорю, что украинские ученые приходили вот именно с высоким западным образованием. Это было такое 16, 17, 18 век. Юрий Стрийский, он был ректором Болонского университета. Воспитывал там Ковпиарника, известный его ученик Ковпиарник. То есть украинская культура достаточно была развита по той причине... Тогда вы считаете, что тогда было понятие украинской культуры? Да. По той причине, что Украина была ближе к Европе. И вот эти вот азиатские, так скажем, нравы, они как-то стороной Украины обходили. И Украина, как вы справедливо замечали, в свое время делилась потоком грамотных людей сюда, потоком науки европейской. Ну, а потом история по-всякому поворачивалась. И сейчас мы видим тот поток лжи, причем такой бессовестный, на самом высоком уровне. Вот, скажем, министр иностранных дел Лавров говорит, вот киевская хунта, киевские власти, там они фашисты, нацисты. Секундочку. А танки под руководством товарища Ельцина протаптывали дорогу для вас, для нынешних правителей. А вас, как что, тоже хунтой считать? Не надо? Было, было дело. А почему считать? Ну, вот, та же самая грязь. Ельцина и считали фашистом, их производителем хунта. И до сих пор считают. Так вот, я своих русских собеседников неоднократно спрашиваю, что такое фашизм. Которые утопили в крови как москвичей, так и чеченцев. Ельцина так и считали. Ну, чеченцев, знаете, усмирял Владимир Владимирович. Не, не только там. Чеченцев не усмирял, но уже наводили порядок совместно. Владимир Владимирович и Ахмат Кадыров. Они вместе, совместно уже успокаивали. Возгоняли оттуда исламистов и успокаивали этот район. Да, конечно. А кровавую бойню там учинили ельциноиды. Ага. Которые до этого буквально учинили кровавую бойню в Москве. Русские, да? Я не знаю, кто там служил. Может, там украинцы служили. А, может, так. Те, которые стреляли по Белому дому в 93-м. Откуда я знаю? Да, конечно. Мы фамилии их не знаем. Мы знаем только, что потом они все потом в Чечне сгорели. Вот эти танкисты. Да. Мы тоже знаем, да? Да, вот так вот. Вот эта зержинская и таманская дивизия, кто там участвовал. Ну, было дело, да? Это тоже позорное пятно. То есть, что значит позорное пятно? Это политика. Вот, как говорил Владимир Владимирович, паны скубутся, а с мужиков перелетят. Владимир Владимирович? Да, Путин. То есть, говорили, говорили. Говорили. Есть такая поговорка. Да, вот. Значит, он так считает. А на Западе говорят так. Если бы Россия хотела установление мира, то она бы не вела бесконечные разговоры о мирном решении лугандонской проблемы, она бы прекратила поставки туда оружия добровольцев, этих самых наемников. и все было бы в порядке. Кто вас, ребята, кто вас туда просит? Зачем вы лезете убивать людей? Если бы, Анатолий Павлович, Россия сейчас поставляла туда людей и оружие России официально, то давно бы уже... Нет, официально нет. Вы применяете вот такие вот термины, лугандония, там и так далее. Я же не сказал до сих пор киевская хунта, но я сейчас тоже так начну говорить. Понимаете? И мы начнем с вами ругаться. Нет, зачем ругаться? Давайте с вами будем все-таки в пределах корректности разговаривать. Если мы употребляем те термины, которые нам ежедневно удалкивают, вот они обязательно будут в нашем... Я в присутствии у вас этот термин говорить не хотел. Да, я его вообще не хотел. Правильно. И поэтому попрошу тоже такие вот вещи не говорить. Я считаю, что люди из Восточной Украины восстали против вот этого вот насилия фашистского. А Россия сегодня не помогает... Что значит фашист? Я много раз у русских моих собеседников, которым бандеров, телевидение... Насилие бандеровское. ...телевидение вдолбило в голову слово фашизм и применяет это к этим самым. Я помню ваше определение. Вы считаете, что любое университарное государство это уже фашистское. Социалист Муссолини Дуччи. В 1929 году с таким удовольствием сообщил, что в России наконец построен славянский вариант фашизма. То есть, если вы употребляете слово фашизм, то обратитесь к первоисточникам. Что они считали в своей компании? Если Дуччи это пригрезилось, то это его дело. Он в основном положник фашизма. Он собирал союзников. Но вот когда Дуччи захотелось расширить свое государство, он просто спокойно пошел и захватил Абиссинию. Да. Вот это фашизм. Нет, ну если Россия захватывает Польшу, это что? Фашизм. Да Россия спокойно Польшу отпустила. Да ради бога. Советская Россия отпустила спокойно и Польшу, и Финляндию. Что это вспоминает? Ну конечно, потому что когда в 40-м году попробовали установить федеральную финскую социалистическую республику, получили по Мордасам. Где? Да попробовали только отодвинуть границу от Ленинграда. Да, я им сказал, пошли вон. Ничего там не пытались установить. Пробовали договориться отодвинуть границу и давали за место этой территории в территорию в два раза больше. На что Финляндия, которая была под воздействием англичан и Германии, сказала, пошли нафиг, началась война. Да, война. И в это время немцы уже строили в Финляндии свои аэродромы для будущего Наполезья на Советский Союз. Понимаете, Анна Зербацович, вы приводите такие примеры, по поводу которых можно приводить кучу контраргументов. Конечно, и также вот вы заметили, что вы приводите какие-то соображения, и я тут же вам даю контраргументы. Да, пожалуйста, вы для этого и собрались. Да, вот я не знаю, читали ли вы публикацию в «Комсомольской правде» вот этой Валерии Новодворской, она в конце конца, она пишет. Очень интересно. Я буду, я хочу признаться в государственной измене, господа из российского КГБ. Я не буду воевать за целостность такой территории, я не буду покорять ни Кавказ, ни Сибирь. Если наше подлое правительство еще раз пошлет куда-нибудь свою подлую армию, я буду воевать против нее. Пойду с чеченцами в горы, с литовцами в лес. То есть империя не есть родина, а каторга, и я от нее сбегу к тем, у кого вы забрали все и хотите забрать последнюю. 1992 год во времена Ельцина. Валерия Ильинична выполнила свою историческую роль. Да, она ушла. Она так оттянила вот эту либеральную интеллигенцию очень хорошо и возглавила как бы ее лозунги. И вот это... Люди, смотря на Валерию Ильиничну, прекрасно понимали, что из себя представляет вот эта либеральность. Она еще в эту самую... Она свою историческую роль выполняла. Да, да, сидела в психушке, там выполняла. Об этом есть еще последняя публикация. Это говорит о том, что вы внимательно относились к таким людям. Некролог этой самой газете. Словно какая-то идея, будь она русская, антирусская или новорусская, способна надежно, надежно избавить от химера совести. Про химеру совести говорил один талантливый, успешный человек, всегда добивавшийся своего и добившийся в конце концов своей пулей в затылок. Он теперь в большой моде, как раньше Ильин. Хорошо. Значит, я хочу вам сказать вот какую штуку. Значит, меня, наше телевидение, тошнит. И вот когда выступают наши... Наши, это как? Российские. 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 Ну, российские. И вот когда выступают наши, ну, публицисты, так я назову, все, что они говорят, я в точности отражаю, как в зеркале. Это вы сами ребята такие. Ну, например? Ну, тоталитарное государство, к примеру, да, там, фашисты, то все. Я своему одному русскому хорошему собеседнику сказал, так у нас, Господи, вот вышел я на улицу, там свастики, именно, не совмастики, а свастики нарисованные. Я говорю, это что, фашизм? Он говорит, да, пацаны балуются. Ну, когда пацаны берут в руки гранатометы, эти самые... Вот это рисование свастик, это момент такой, который я... Да, такой душок. Душок, да? Да, душок такой, да. Он везде сейчас есть. От того, что у нас рухнула и культура, и образование, и учат детей непонятно чему, они и втягиваются во всякую ерунду. Ну, так что, я вам сказал о том, что крымчане обрадовались, что им арифметику не надо учить. Я вам сказал, что я их понимаю. Ну, я тоже. Хорошо. Наверное, давайте вот эту часть закончим. Продолжение следует...